добрый день дорогие друзья сегодня мы рассмотрим с вами топ 5 способов помощью которых можно заработать на криптовалютах в следующем году и даже успеть немножко в этом если вам это интересно то досмотрите этот ролик до конца узнаете много интересных способов итак первый способ это инвестирование в криптовалюту на английском это слово пишется как и на многих крипто биржах это присутствует в различном виде например на бирже binance есть отдельный раздел и где представлены различные варианты как можно зарабатывать на инвестициях в криптовалюту то есть вы фактически видите аналог такого банковского депозита где вы могли бы приобрести определенную криптовалюту и видели видите определенный процент доходности за год но при этом не забывайте что так как это все таки криптовалюты то и процент является примерным и главная надежность криптовалют тоже не в пример банковскому депозиту поэтому риски вы не не забывайте никогда но как бы то ни было вы можете выбрать в данном разделе определенную монету вложить в нее свои деньги и через там 30 60 90 или 120 дней получить на примерно 12 там на девять с половиной процентов больше того как вы вложили можно посчитать примерный доход и все остальное это есть например на бирже binance это есть на бирже хобби ну практически на всех известных биржах разное количество монет представлены но на этом можно тоже зарабатывать но опять же не забывая про риски второй способ заработка на криптовалютах это трейдинг опять же на большом количестве бирж присутствует огромное количество монет покупая продавая которые по своей торговой системе и вы можете зарабатывать денежку и выводя в реальный мир фактически как раз зарабатывать на спекуляциях монет много возможности еще больше бирж больше трехсот поэтому возможности по трейдингу ну в некотором смысле не ограничены следующий способ это участие в айсио например на сайте coinmarketcap как агрегатора информации по разным криптомонетам вы можете увидеть в календаре айсио то есть это первичное размещение монет почти похожая ситуация как на настоящем рынке акции где есть айпио где публичное размещение акции а это публичное размещение криптомонет криптовалюты определенной то есть вы можете поучаствовать в айсио и скажем так войти в проект до его публичного размещения на бирже например то есть тоже довольно таки интересный способ заработка и опять же сопряжен с определенными рисками потому как после появления монеты на крупных биржах не всегда интерес сообщества скажем так поддерживает эту эту монету и она не всегда идет вверх и очень часто эти монеты через некоторое время вообще исчезает из публичного поля и вы можете оказаться наедине с той монеты которым никому не будет нужна я еще самое худшее то что вы никому и продать не сможете то есть тут тоже важный момент поэтому с одной стороны вы можете купить дешевле а потом продать будет некому если проект как говорится соскамится и таких случаев огромное количество и порядка 90 процентов всех айсио которые выходили в последнее время соскамились поэтому риски здесь определенно большие значит следующий важный способ заработка способ номер 4 это покупка монет на так называемых пресейлах то есть например у того у той же биржи бинанс у них очень часто есть так называемые лаучпады например то есть это когда и лаучпулы то есть вот когда монета будет появляться заранее вам говорят выполнить определенные условия либо купить ну например для биржи бинанс часто это бывает либо купить бенби монету либо там и положи денежку чтобы она полежала какое-то время и так далее например на бирже хобби тоже очень часто это присутствует и они на главной странице вот здесь об этом пишут это называется прайм-лист на бирже хобби тоже можно заранее приобрести определенную монетку выполнив условия но там есть много рисков где вы просто можете эту монету скажем так получить в очень малом объеме то есть да вам и продадут дешевле но условно говоря вы не сможете купить на сто там долларов или на тысячу ну а также после того как монета появляется на бирже уже публично у вас будет ограничение чаще всего невозможность продать в течение часа следовательно об этом тоже не забывайте а за этот час цена монеты может значительно упасть и ниже чем то что у вас было ну и важный такой момент способ номер пять это нфти сейчас эта тема немножко уходит на второй план тут действительно есть огромное условие которое нужно почитать и понять с нфти но на на этих нфти то есть вы можете тоже зарабатывать есть площадки где эти нфти продаются отдельно но многие биржи как например бинанс позволяет этой нфти покупать прямо у них на платформе прямо здесь вы можете ну если тут в некоторой степени везение присутствует то есть вы можете купить какое-то условно говоря картинку или у там что-то от рональда какая-то коллекция и предположить что стоимость этого элемента искусства скажем так или картинки или там музыкальное произведение иногда бывает и так далее то есть что оно будет расти если вам повезет вы угадали все остальное то действительно купив значительно дешевле вы сможете продать потом иногда в миллион и раз дороже но немногие нфти хорошо как говорится выстреливают так что здесь нужно быть очень аккуратно ну и не забывайте вообще что криптовалюты криптовалюты довольно таки рисковая сфера и заработка и инвестиций в частности поэтому относитесь к этому крайне аккуратно поэтому я надеюсь вы услышали и поняли эти способы о которых и говорил и в дальнейшем каждый из них если вы в этом заинтересованы будут более подробно тут на канале рассмотрены и показаны с примерами но не забывайте что какая бы биржа ни была будь это бинанса хобби битфайнекс и любые другие все равно все что связано с криптовалютами это определенные риски и нужно об этом не забывать спасибо за внимание удачи вам в этом и следующем году берегите себя до свидания